Всем привет, друзья, меня зовут Макс. Сегодня у нас будет достаточно необычная сборка, потому что на неё я потратил ровно 0 рублей, или, например, 0 долларов, кому как удобнее. Вызвано это тем, что все комплектующие, которые будут в нашей сегодняшней сборке, просто-напросто лежали у меня в офисе, и я решил, почему бы их не задействовать. Так что, если сборка получится, прямо скажем, не самой лучшей, то особо меня не ругайте, договорились? Отлично, тогда приступаем к подбору комплектующих. Единственная свободная материнская плата на тот момент у меня была Gigabyte H81MH на сокете 1150. Скажем прямо, далеко не самая топовая плата. Два основных минуса, это всего лишь два слота оперативной памяти и катастрофически малое количество USB портов. Четыре штуки. Не знаю, как вам, но мне для подключения всей моей периферии порой и шести портов маловато, а тут четыре. Ну да ладно, прорвёмся. Под 1150 сокет у меня в запасе было только два процессора. Intel Core i7-4770 и AMD FX-6100. Ээээ, что? Заново, i7-4770 и i3-4360. Выбрал я всё-таки i7, потому что сегодня хочу сделать достаточно мощную сборку, к тому же простеньких видюх под i3 у нас пока что нету. С i7 всё просто, 4 ядра 8 потоков с частотой в трубобусте 3.9 ГГц. И кто бы что ни говорил, отличный процессор, которого до сих пор хватает с запасом для большинства задач и даже монтажа видео. TDP у него 84 Вт, однако по собственному опыту скажу, что греются они очень прилично. Так что берём хорошее охлаждение от Deepcool, модели Gamax GT. Отличная башня с четырьмя тепловыми трубками, заявленной мощностью рассеивания 150 Вт и классной RGB подсветкой. Это в принципе всё, что я могу про него сказать. Оперативной памяти тут будет 16 ГБ, двумя планками по 8 от китайской компании VENIDA. Частота 1600. Заказывал их из Китая пару месяцев назад, потому что на них была тогда скидка и они стоили что-то в районе 4,5-5 тысяч рублей. Однако шли они мне настолько долго, что пока я их ждал, всю оперативку раскупили и по-моему даже сейчас на Алиэкспрессе конкретно таких модулей нету. В качестве накопителя берём обычный винт на терабайты от Toshibus, частоту оборотов 7200 в минуту. Самый обычный жёсткий диск валялся у меня ещё с зимы и я очень рад, что наконец-то его куда-то пристроил. Кстати, если вам не во что поиграть на компьютере, у меня хорошая новость. Недавно вышла новая классная мобильная игра Raid Shadow Legends. Это амбициозный RPG проект 2019 года, который по словам разработчиков должен изменить всё. Ах да, он абсолютно бесплатный. В нём огромное количество персонажей-чемпионов, захватывающий сюжет и для мобильной игры очень даже неплохая 3D графика с хорошим уровнем детализации. Так что переходите в описании под видео, качайте рейд только по моей ссылке и получите 50 тысяч теребряных монет сразу же. К тому же вы сразу автоматически становитесь частью всемирного турнира, где сможете соревноваться со мной и другими людьми за внутриигровые и даже реальные призы. Турнир по-настоящему масштабный и затягивающий, рекомендую. Ссылочки опять же в описании. Увидимся в игре. Ну это потом. А сейчас продолжаем подбор комплектующих. И теперь самое сложное. Видеокарта. В наличии у нас были различные 1060 на 3, на 6 гигабайт, всякие RX 580 и тому подобное. Но конкретно сюда я решил поставить H1070Ti от компании на 3D, серии iChill. Одна у меня осталась ещё с видео про самую лучшую сборку ПК в кавычках и просто лежала на полке. Если кратко, то достаточно мощная карта, 8 гигабайт GDDR5 видеопамяти и шина 256 бит. Производительность в играх на очень хорошем уровне и вообще её будет хватать для новиночек на высоких ультра настройках ещё пару лет минимум. Это я вам лично говорю как человек, который участвовал в битве экстрасенсов. Питать всю эту сборку у нас будет старенький, но надёжный блок питания Thermaltake Pure Power RX на 550 ватт. В целом хороший блок, единственная проблема в том, что из-за того, что он уже достаточно пожилой, разъёмы рассохлись и теперь вылетают из гашеток Molex и Sato быстрее, чем я за пивом за 5 минут до закрытия магазина. Но это не так критично и если их особо не трогать, то всё работает хорошо. Ну и корпус, тут у нас грациозный Deepcool Matrix 55, чёрного цвета 21 века. Я думаю, что в представлении он не нуждается. Очень дешёвый по сравнению с другими корпусами и при этом с калёным стеклом спереди и сбоку. Достаточно толстым металлом и хорошей сборкой. Одним словом, отличный кейс. Ну что ж, вот я озвучил все комплектующие и пришло время собирать его. Кстати, хотел бы у вас уточнить, нужно ли мне рассказывать и показывать процесс сборки каждого компьютера отдельно, как я это делал обычно, или вам это неинтересно? Напишите в комментариях или проголосуйте в правом верхнем углу, я вам буду очень благодарен. Также, если вам не трудно, то попрошу поставить лайк под этим видео и если вы часто смотрите мой канал, то ещё и подписаться, это очень поможет мне в развитии. Спасибо. Ну а конкретно в этом видео я сразу перейду к тестам. И первое у нас идёт свежая, Metro Exodus. Здесь я выставил ультра пресет графики и в разрешении Full HD игра выдаёт нам от 90 до 130 кадров в секунду с очень стабильным при этом графиком фреймтайма. При этом видеокарта загружена практически на 100%, а процессор примерно наполовину. Температура и там, и там нормальная, и в целом играть очень приятно. Конечно, на поверхности FPS будет пониже, однако всё равно останется выше 60, что самое главное. Далее тестируем не такой свежий, однако до сих пор популярный PUBG. Здесь всё стоит на ультра настройках, всё тоже Full HD разрешение, и мы видим от 90 до 110 кадров в секунду. Однако, как и всегда в этой игре, с далеко не самым стабильным графиком фрейма. Пока что я не собрал ни одного попрошу заметить компьютера, где бы эта игра шла без фризов. А по нагрузке всё примерно так же. Процессор работает наполовину, а видеокарта трудится как пчёлка. Температура в норме, и играть приятно. Далее давайте посмотрим на Battlefield 5. Тут опять же стоят ультра настройки графики, опять же Full HD, и при таком раскладе игра выдает нам стабильные 90-110 кадров в секунду. С также очень хорошим графиком фрейм тайма. Лаги и фризы отсутствуют. Видеокарта, как обычно, загружена на все 100%, но процессор уже работает здесь посерьёзнее, чем раньше, и загрузка колеблется от 60 до 90%. При этом, все температуры нормальные, и играть можно без проблем. Теперь давайте проверим ещё один батл-рояль, Fortnite. Тут у меня стоят эпические настройки графики и Full HD, и мы видим стабильные 100-140 кадров в секунду, с таким же хорошим графиком фрейм тайма. Однако тут, в отличие от батлы пятой, проскакивают иногда статтеры. Играть особо не мешают, однако они есть. Ну и под конец, давайте проверим PlayerUnknown's CSGO. Тут, естественно, всё выкручено на максимум, и игра выдаёт нам от 80 до 200 кадров в секунду. Однако, частенько проскакивают статтеры, что иногда подбешивает, хоть и не особо бросается в глаза. Что процессор, что видеокарты работают только в половину своей мощности, и температуры вообще отличные. В целом, играть приятно. Ну что ж, вот тесты игры подошли к концу. Компьютер в итоге получился отличным и, можно даже сказать, оптимальным решением для геймера, который любит поиграть в новиночки на высоких ультра настройках графики. Единственная проблема в том, что процессор нельзя будет обрэйд... Да, лучше буду выражаться русским языком. Процессор нельзя будет улучшить, однако, я думаю, что делать это в любом случае покупателю придётся не скоро. А как вам эта сборка? Пишите свои мысли в комментариях, и я их все читаю. Я примерно посчитал, во сколько бы мне обошёлся этот компьютер по деньгам, если бы я собирал его в своём городе, то есть в Сыктывкаре, и получил сумму около 45 тысяч рублей, даже чуть больше. Но я подумал, а почему бы его не продать? Это не НДБ, поэтому продавать я его собираюсь по себестоимости, то есть за 45 тысяч рублей. И, кстати, если кто-то из вас захочет его купить, то добро пожаловать в описании, там ссылочка на нашу группу ВК, где он продаётся. Вообще, там достаточно весело, заходите. И ещё там розыгрыш на iPhone сейчас. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, мне будет очень приятно. Ну а с вами мы совсем скоро снова услышимся, всех люблю и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok